Всем привет! С вами Трибун. И сегодня у нас опять наша еженедельная рубрика, которая слегка запоздала. Красный чай. Напомню, что это рубрика, где мы без сценария говорим на свободную тему, для того, чтобы развлечь ваше чаепитие и чтобы вы могли вынести из этого ролика немножко полезной информации. Итак, 6 июня стало известно об исключении России из Болонской системы образования. Сегодня мы поговорим о том, что это такое, с чем это едят и чем грозит России это событие. И прежде чем мы приступим к теме, я традиционно попрошу вас подписаться на наш канал, поставить этому видео лайк, подписаться на наши соцсети, по возможности поддержать нашу деятельность рублем. А мы начинаем. То, что сегодня называют Болонской системой или Болонским процессом, появилось не так давно. В 1999 году министры образования 29 стран подписали в Болонском университете в Италии декларацию «Зона европейского высшего образования». Болонская декларация стала попыткой создать единый протокол общего высшего образования, который позволял бы унифицировать процессы обучения в разных государствах. Это отвечало всем тенденциям развития Евросоюза на тот момент. К тому же происходила усиленная глобализация. Поэтому нужны были специалисты, которые могли бы приезжать работать со своим дипломом из одной страны в другую. Или студенты, которые могли из одного государства приехать в другое, для того, чтобы продолжить обучение уже за рубежом. Российская Федерация присоединилась к Болонской системе в сентябре 2003 года. На тот момент в России еще сохранялись остатки советской системы образования. А потому адаптировать Болонскую систему в нашей стране было совсем нелегко. Изначально Болонская система предполагала, что к 2010 году в странах, которые к Болонской системе присоединились, будет создана система единого образования. Она должна была состоять из двух основных этапов. Школьного — это 12 классов. И высшего, который состоит из трех этапов. Это бакалавриат, магистратура и докторантура. Бакалавром считался выпускник вуза, окончивший первую ступень высшего образования. Он учился 3-4 года для того, чтобы получить эту степень в зависимости от вуза и квалификации. Степень бакалавра, конечно, говорит о наличии у студента, точнее уже у выпускника, некоторых профильных знаний. Однако рекомендовалось финализировать свое обучение в магистратуре. На обучение в магистратуре предполагалось уделять 1-2 года. Самые стойкие могли получить докторскую степень, защитив кандидатскую работу. В общей сложности весь процесс высшего образования составил бы 7-8 лет. Болонская система позволила бы сравнивать между собой вузы в разных государствах по некой общей системе. Таким образом, студент, который закончил бакалавриат в России, мог спокойно продолжить свое обучение, например, в магистратуре в Германии. Что немаловажно, студент по окончанию вуза получал к своему государственному диплому еще и унифицированное приложение, которое, ну, как бы котировалось или должно было котироваться во всех государствах Болонской системы образования. Еще один важный аспект Болонской системы. Помимо унифицированных образовательных степеней, мобильности, а также наличия теперь у студента приложения к диплому, вводилась еще так называемая система учебных кредитов. В народе еще ее называют бальной системой. Суть в том, что каждый университет присваивает каждому своему курсу определенное количество баллов или кредитов. По итогу, для того, чтобы получить диплом, студент должен набрать, ну, например, в среднем от 160 до 240 кредитов. Кредиты также выражают через учебные часы. Так, например, за один учебный год можно набрать порядка 60 баллов по системе учебных кредитов или они же равнялись 1500-1800 учебным часам. В перспективе также была реализация предложений по поводу некоторой унификации учебных программ, методических пособий и прочих всяких учебных материалов. На сегодняшний момент к Болонскому процессу присоединилось 48 стран. Кстати, не только европейских, но и, например, Бразилия, Китай, Япония, Австралия, Канада. Ну и в качестве небольшого вывода. Собственно говоря, зачем все это было придумано? Логика достаточно простая. Нужно решить две задачи. Задача номер раз – это чтобы каждый студент мог продолжить свое образование в любой стране, которая подписала это баллонское соглашение. Второй момент. А любое лицо, получившее образование в соответствии с этой баллонской системой, могло продолжить бы работу с этим дипломом в любом государстве, в этой системе участвовавшей. Ну, ничего нового. Общие стандарты, общая стандартизация, создание общих лекал для упрощения взаимодействия. Вроде как бы идея достаточно угодная. Но, когда все это безобразие началось, я еще тогда учился в Уральской государственной юридической академии, и все педагоги, именно педагоги, не представители администрации, были резко против, очень жестко критиковали эту систему, и, в общем, последними словами ее поносили, говоря о том, что старая добрая советская система специалитета намного лучше. Что касается бакалавров и специалистов, в чем, как говорится, плюсы и минусы? Ну, давайте разберемся. Специалист учится, там, условно, 5 лет, ну, в зависимости от специальности, это понятно. А бакалавр учится, что там, 4 года, ну, может и меньше, может чуть больше. И упор в обучении на бакалавра делается на, скажем так, достаточно широкий спектр разных дисциплин, которые формируют некое общее представление о. И редко, на самом деле, образование имеет специализированную направленность, что, кстати, позволяет. То есть вы, например, на бакалавра отучились там на ядерную физику, и внезапно решили стать магистром философии. Почему нет? Вот. Если же мы говорим про специалитет, то если вы получили специальность юриспруденция, то и аспирантуру вы можете получать именно по этой специальности, а не по ядерной физике, например. Ну, и приведу пару практических примеров, с которыми я столкнулся сам. Ну, понятно, что частный опыт нельзя транслировать на общее, но все-таки поделимся. Собственно говоря, когда я учился в Уральской государственной юридической академии, на первом курсе у нас был такой предмет, в качестве примера, зарубежная история государства и права. И в первом семестре для подготовки к экзамену мы имели 120 вопросов. А потом я общался со студентами, которые также учились на специализации юриспруденция, но только по новой системе. Так вот, у них за год вопросов выносилось 65. Я ничего не хочу сказать, но я думаю, что вполне очевидно, что некоторым образом разница глубины изучения вопроса специалисты и бакалавра на этом примере достаточно видна. Кроме того, немаловажным является то обстоятельство, что многие вузы не отказались полностью от советской системы образования. Что это означает? Это означает, что наряду со специалитетом появился бакалавриат. То есть, знаете, такой некий гомункул, такая некая симулякра, состоящая из элементов советского образования и балонской системы образования. Ну и давайте себе представим обычных каких-нибудь там родителей, студентов поступающих. Вот они поступают в вуз, есть специалисты, есть бакалавры, и они не разбираются в этом вопросе, и там, не знаю, в приемной комиссии задают вопросы на тему, а чем одно отличается от другого. И каким-то непонятным, видимо, там, манулированием по контуру, размахиванием руками, им пытаются объяснить, чем одно отличается от другого, нередко абсолютно невнятно. Дети в растерянности, родители в растерянности, ничего не понятно, но как-то это работает. Не понял. Ну, очень интересно. Ну и теперь поговорим немножко дальше о практике жизни. Мы с вами раньше говорили о том, что, ну, собственно говоря, задача-то у этой балонской системы две, да. Это мобильность студентов в рамках тех стран, которые во всем этом безобразии участвуют, мобильность педагогов, ну и возможность там получать образование за рубежом, да. Как говорится, гладко было на бумаге, да, забыли про оврагия. Практика объективная говорит нам немножко о другом. И о чем же она нам говорит? В Европе, ну, так сказать, в европейских странах участницы балонской системы, эта система худо-бедно работает. Почему? Да все очень просто. Во-первых, студенты и педагоги владеют свободно несколькими языками. Притом, не просто их знают, а именно владеют. То есть это английский, французский, немецкий, ну, там, португальский, может, испанский, итальянский и так далее и тому подобное. Что позволяет студентам совершенно спокойно перемещаться из страны в страну и воспринимать лекторов, которые читают лекции, ну, на тех или иных языках, на странах. В России с этим ситуация обстоит некоторым образом не очень хорошо. Потому что Россия не очень сильно интегрирована в европейское сообщество в плане языкового понимания. То есть, да, у нас студенты изучают английский, в школах изучают, но их знания английского языка не соответствуют уровню европейского знания языка, того же самого английского. Мы не говорим даже там про немецкий, испанский, французский, португальский. Это вообще небо и земля. То же самое с педагогами. Но вспомните многих возрастных педагогов, которые получили образование в советский период и остались в учебных заведениях после этой балонской системы. Ну, собственно говоря, знания иностранных языков у них тоже не на достаточно высоком уровне. Что делает затруднительным им поехать куда-то за границу и читать лекции на этих самых иностранных языках. Ну, опыты и практики, общение с носителями языка у них не такое богатое. Мы продолжаем говорить про сотрудничество. И проблема ведь не только в языке. Проблема именно в самом этом самом сотрудничестве. Если в Европе участники балонской системы, представители разных учебных заведений, разных стран взаимодействуют друг с другом и достаточно активно, и там эта система работает в плане обмена студентами и педагогами, то в нашей стране это все не очень работает. Понятно, что крупные вузы московские и питерские осуществляли взаимодействие на основании участия в балонской системе, обменивали студентами, педагогами. Но вы же понимаете, столичные и, собственно говоря, это же не все вузы страны. Что же касается региональных вузов, то они, конечно, сотрудничали. Но это сотрудничество носило такой частный характер, когда частное одно учреждение, ну не частное, может и государственное, взаимодействовало с каким-то другим, вполне конкретным учреждением. И как-то они там студентами обменивались. То есть глобальная задача никоим образом реализована не была. Она носила вот такой точечный, местами системный, но, как правило, не системный характер. Приведу один пример. В нашем учебном заведении только один институт, это институт международного права, занимался подобным сотрудничеством. Не помню с кем, все остальные студенты этим не занимались. Почему? Все очень просто. Студенты, которые учились на данном факультете, изучали не один английский язык. А еще, по-моему, французский и немецкий. Ну и последнее в качестве вишенки на тортик. Это, оно не последнее. Оно в заключении, но немаловажное. А иногда на самом деле и определяющее. Финансовое положение. Соответственно, русскому студенту нужно оплатить билеты в Европу, которые стоят приличных денег. Оплатить себе там, возможно, обучение будет бесплатным. Но оплатить себе там проживание, оплатить себе жилье. И финансовая составляющая оказала, конечно, во многом определяющее значение. Для многих низкий доход не позволил бы реализовать вот этот вот самый потенциал. Даже при знании языка. Я понимаю, сейчас прибегут, все расскажут, а у меня знакомая поехала и все было нормально. Действительно так. У меня тоже была знакомая, которая училась в Чехии после всей этой истории. И все у нее было нормально. Но понимаете, один-два знакомых из окружения, которые как паровозик смогли, это же не общая система. Мы-то говорим про общую систему и общие задачи этой самой системы. Как говорилось выше, для вот этой всей мобильности, там решения главных задач, была введена идея о бальной рейтинговой системе. Что это такое? Ну, в общих чертах говорилось раньше. Но смысл заключается в том, что каждый предмет в зависимости от часов оценивался определенным количеством баллов. Ну, я думаю, по-моему, лицу все понятно. Почему понятно? В идее должна была быть создана общая сетка вот этой вот бальной рейтинговой системы, которую все вузы, участвующие в баллонской системе, должны были принять. Ну, и там, не знаю, у вас там 30 часов истории, например, там 1 час это 1 балл, а у вас там 40 часов и тоже 1 балл 1 час. Ну, и как-то вы, в общем, можете там сконнектиться. Если мы будем говорить про Российскую Федерацию, то мы увидим, что с криками «Ура!», конечно, все бросились это внедрять. И даже в моем учебном заведении, в котором я работал в колледже, завуч мне рассказывала про эту систему, вот, что это ого-го, очень перспективно. Проблема в чем? Проблема заключается в том, что никакой единой системы ранжировки баллов там и так далее в Российской Федерации создана не было. Это означает, что каждый вуз сам, если вводил эту систему бально-рейтинговую, то сам определял, так сказать, вес балла, часа там и так далее и тому подобное. Никакой стандартизации, унификации это, конечно, не вело, ну, по понятным причинам, потому что кто влез, кто в подрова. Ну, и вся вот эта вот задумка, она, конечно, повлияла на появление такого феномена, как ЕГЭ. Ролик не посвящен ЕГЭ, мы не будем 20 часа рассказывать на тему, что такое ЕГЭ, как это плохо или хорошо, но оно вот так вот. И ЕГЭ, оно находилось и находится в тесной взаимосвязи с вот этой вот бально-рейтинговой системой, которая корнями произрастает из баллонской системы. Так вот, раз нас оттуда поперли, что же будет с ЕГЭ? Вот так вот, вопрос. Ну и, конечно же, буквально пару слов, одно предложение, потому что будет характеризовано так же, как и все до этого. Это унификация методических пособий, унификация программ и так далее и тому подобное. Парам-парам-пам, на практике это все не реализовано, ну, по понятным причинам, это не реализовано и в Европе, и не реализовано у нас. Ну, в общем, как-то так. А теперь возвращаемся к современности. Как уже мы отметили ранее, 6 июня стало известно, что Российская Федерация исключена баллонской группой из этой самой баллонской системы. Кстати, вместе с Россией в шею погнали еще и Беларусь. Туда же. Да за шо? По словам замминистра науки и высшего образования Афанасьева, Россия была исключена из баллонской системы, потому что ректоры российских университетов подписались под письмом в поддержку президента Путина. Ну, понятно, по какой теме. По теме спецоперации России в Украине. В общем, ректоры поддержали, в связи с этим нас попросили. Кстати, буквально за несколько дней до этой новости министр образования Российской Федерации сказал, что Россия планирует в ближайшие годы перейти от баллонской системы образования к своей собственной национальной. Вот так вот неожиданно решили. И понеслись, понеслись яркие высказывания представителей нашей власти и общественности о том, что на самом-то деле баллонская система была губительна для российской системы образования. И вообще выйти из нее мы планировали уже давно, очень давно. Так, например, это, кстати, было еще в марте, ну, понятно, уже в преддверии исключения России, всем уже на тот момент в системе образования все было ясно. Так вот, председатель Ассоциации юристов Степашин заявил, что России нужно выйти из баллонского образовательного процесса и вернуться к классическому формату специалитета и аспирантуры. По его мнению, присоединение России к баллонскому процессу не оправдало возлагаемых на него надежд и привело к утрате важнейших достоинств системы классического российского и советского образования. Туда же добавил ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Садовничий. По его словам, несвойственные для России системы образования, в том числе баллонская, способствовали снижению качества образования в стране. К сожалению, в 90-х, как он говорит, мы начали копировать многое, что нам не свойственно. Баллонскую систему и многие другие системы, чем существенно понизили качество нашего российского образования. Ну и, конечно, министр науки и высшего образования Фольков уже 24 мая заявил, что ведомство намерено отказаться от баллонской системы и разработать свою собственную систему высшего образования, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики. Ну, вот мне просто интересно, с 2003 по 2022, 19 лет, у нас существовала баллонская система, и только в последние полгода верхи начали высказываться о том, что она была пагубна для российского образования. А когда об этом трубили преподаватели вузов, когда собирали подписи, и вообще в течение всего этого времени. Ну ладно, случайность, совпадение. Ну и теперь к перспективам, а именно к перспективе создания новой национальной системы высшего образования. Об этом начали прям очень активно говорить уже 2 июня. Было собрано расширенное заседание Российского союза ректоров, и давайте подумаем, какие предложения там высказывались. Ну, во-первых, нужно отметить, что министр науки и высшего образования, тот самый Фольков, которого мы уже цитировали, и сказал, что необходимо оставить все преимущества баллонской системы, для того, чтобы студенты могли быть так же мобильны и так же широко смотреть на мир, как они делали до этого. Да. Да-да. Но вместе с тем министр пояснил, что в связи с теми экономическими ограничениями, с которыми столкнулась Россия, необходимо, скажем так, подстроить систему высшего образования под новые реалии. Иными словами, высшее образование очень тесно связано с хозяйственным сектором страны, а именно с национальной экономикой. Поэтому, в общем-то, высшее образование должно обслуживать интересы национальной экономики. То есть нужно готовить соответствующих специалистов, и это необходимо учитывать при разработке новой системы высшего образования. Как отметил президент союза ректоров Садовничей, необходима более гибкая система высшего образования, которая будет основана на национальных интересах, понятное дело. Только непонятно, на чем она была основана раньше. Ну, да ладно. И ректоры все единогласно призвали к тому, чтобы количество учебных лет варьировалось в зависимости от потребности. Например, если человек в бакалавриате получил достаточное количество знаний и навыков, то, в принципе, ему хватит одного года обучения в магистратуре. Если же он учился по одной специальности, хочет получить другую, понятно, что это полноценные два года. В общем, гибче надо подходить к этим процессам. Гибче. А президент РАН Сергеев дополнил, что образование должно быть в большей степени, по его точке зрения, учитывать нужды представителей бизнеса и потенциальных работодателей. При этом он отметил, что помощь в выборе направлений подготовки часто становится головной болью учителей школ, которые помогают будущим абитуриентам сориентироваться, куда поступать. В общем, ориентация на рынок. При этом во время обсуждения вопроса, смогут ли зарубежные студенты теперь учиться у нас в России, продолжать обучение те самые студенты, которые все еще состоят в этой баллонской системе, наш министр науки и высшего образования сказал, что пока не знает, но, скорее всего, нет. Резюмируем. Ну, перед тем, как резюмировать, хотелось бы пару слов сказать. Это весьма забавно, что, знаете, как люди, которые раньше с пеной у рта доказывали, какая она прекрасная, самая лучшая, это баллонская система, это величайший прорыв, что мы в ней все поучаствовали, сообщают о том, что она себя не оправдала. Да. То есть вам 19 лет понадобилось для того, чтобы осознать, что это что-то не работает как-то. Ну, ладно, не будем обижать власть имущих, все диалектично, тогда они думали это, сейчас они думают это, потом еще что-нибудь другое подумают, но это нормально. Что мы имеем в сухом остатке? Мы имеем в сухом остатке только громкие заявления о том, что у нас будет некая гибкая система, которая будет, представляете себе, что, непонятно что. Некая такая симулякра, видимо, из обрезков, обрубков баллонской системы, и существующая раньше система специалитета. Кроме того, хотелось бы отметить, что, наверное, главным, определяющим и принципиально важным, и мы это все должны уяснить, система будет ориентирована на рыночек и на потребности бизнеса, а не на какие-то там высокие идеи о том, что человек должен иметь широкий кругозор, нужно развивать специалистов разных направлений, чтобы в стране развивалась наука и прочая бла-бла-бла, которая не очень-то рыночку нужна. Ну, соответственно, вы должны понимать. Маленький пример. Странный, может показаться, пример. Вы знаете, что в страшном СССР в 1960 году был издан учебник по египетскому языку? По египетскому языку! Там задачки были, как произносить, как писать и как и так далее, и тому подобное. Зачем СССР и советскому человеку египетский язык, спросите вы? А вот советские ученые вам четко ответят. Это фундаментальная наука. Ну, область фундаментальной науки, там лингвистика, история и так далее. Этим важно заниматься для того, чтобы ученые государства могли там дискутировать с иностранными товарищами по данному вопросу. И, может быть, не товарищами. А сейчас рыночек-то все порешает. Зачем нам фундаментальная наука? Она бизнесу никакой пользы не принесет. Но не будем ругать наших людей, находящихся у власти. Они своим дальнозорным взором провидят сквозь века и наверняка что-нибудь придумают. А что не придумают, будем посмотреть. И все же, несколько сглаживая спич предыдущего оратора, необходимо сказать, что сам по себе отказ от баллонской системы в Российской Федерации – это, пожалуй, позитивное явление. Здесь просто лишь встает вопрос о том, чем она будет заменена и каким образом наши российские студенты смогут взаимодействовать с зарубежными вузами. И насколько вообще теперь это сотрудничество может быть простроено. Что касается первого аспекта, то мы, конечно, не питаем никаких иллюзий, что сегодня в России будет создан какой-то аналог советской системы, конечно, уже такой модернизированный, обновленный, берущий своей целью воспитывать человека-творца. Но и судить об этом тоже пока что рановато, поэтому будем посмотреть. Что касается второго, а именно консервации наших студентов, наших ученых, педагогов от зарубежных коллег, это, конечно, скажется крайне негативно. У нас есть пример советской системы, где отсутствие вот этого самого диалога приводило к излишней догматичности науки и к тому, что как раз отсутствие такого коннекта не позволяло создавать здоровую дискуссию, в рамках которой можно было бы развивать наши какие-то научные достижения. Здесь речь идет прежде всего, конечно, о гуманитарной науке периода 30-х, 50-х годов. Ну что, сегодня мы в рамках «Красного чая» поговорили о баллонской системе. Очень коротко о ней рассказали. Рассказали о исключении России из баллонской системы, о том, что планируется по пока что некоторым оговоркам создавать вместо нее. И поэтому на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться на наш канал, поддерживать это видео лайком, поддерживать нас по возможности рублем. И всем до связи. Всем пока.